Тропой угрома. Тропой угрома, потому что для меня это была дорогая тема, очень злободневная тогда тема, остро современная тема. Она, по-моему, это, так сказать, и сейчас, она очень имеет большое значение. Вот Саря Дудинская стала подлинной психологической актрисой. Большого трагедийного накала. Она преобразилась. Дудинская буквально преобразилась. И мы пели о любви, потому что и наши сердца пели о любви. Саря Дудинская Саря Дудинская Саря Дудинская Одним из моих любимых спектаклей была боедерка, в котором не только замечательные танцы петипа, но очень глубокое содержание, требующее большого актерского мастерства. Я стремлюсь научить своих учениц хорошо танцевать и стать хорошими, вдумчивыми артистами. Мы на уроке актерского мастерства репетируется сцена ревности. Боедерки некие и гамзачи. В балетах петипа очень важно уметь владеть условным жестом. Но эти жесты надо делать с глубокой внутренней верой и правдой чувств. И вот это все, это все мое. Саря Дудинская Саря Дудинская Саря Дудинская Саря Дудинская Я часто бываю на уроке Натальи Михайловны, и вот она-то, и я в других классах бываю, все профессионально, но она особенно, у нее есть эта строгость, академизм, интеллигентность, понимаете, нет изощрений, выдумков, комбинаций. Есть все очень доходчиво, и я вижу, что это действительно приемница настоящая, агрекоментированная грамма. Она учит детей добру, понимаете, мало того, что вот она это высказывала как-то, что мало того, что надо научить танцевать, надо еще научить быть добрым человеком, и она, надо сказать, это делает с успехом. А работать Наталья Михайловна с душеньками может очень хорошо, конечно. Въедается в каждое движение. И в общем так, прошел в ряд. Хорошо, вот там только немножко, то, 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 то. Нет, каждое движение под пристальным контролем. И хочу сказать, что ученики Натальи Михайловны, они отличаются техничностью, владением школой, хорошей формой, эмоциональной. Все-таки талант балерины, но у ней сочетается и талант педагога. То, что не всегда бывает у других, что бывает прекраснейшая балерина. Но преподавать, репетировать, может быть, может, а преподавать нет. Это другая профессия. Это очень трудная профессия. Детей надо очень любить, очень быть терпеливым к ним, именно в творческом. Доверять ей. Потому что поначалу они так, как щенки ползают. Вопросы преемственности, преемственности, идущие, так сказать, от Вагановой, через Дудинскую, к последующим, к другим нашим педагогам, к другому поколению. Это та вечная жизнь, та непрерывная, так сказать, и могучая наша сила, которая дает право, дает право нашей ленинградской школе называться действительно академической, называться самыми, так сказать, высокими эпитетами. И награда училища Орден Венина здесь тоже есть. Большая заслуга Натальи Дудинской. Ты вовремя пришла, я уже о тебе все сказал, что думал, да. Как? Ну это, знаете, нехорошо. Если б я знал, что ты стоишь, я бы ничего подобного никогда бы не сказал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свою профессию надо не только любить, надо ее уважать, поэтому надо трудиться. Наш балетный век, короткий век, и поэтому надо успеть все сделать. Для нас жизнь на сцене, это наша, я уже не знаю, вторая жизнь, сказать, или это наша первая жизнь. А вторая жизнь, это жизнь вот среди, так сказать, людей, среди нашего окружающего быта, среди нашего прекрасного города. А первая, это сцена. Ну, тут, конечно, наверное, мы немножко сумасшедшие, немножко ненормальные, наверное, наверное, может быть... Но в то же время мы не раскаиваемся. И если бы надо было повторить, с удовольствием повторили бы вот эту нашу такую фанатическую, преданную жизнь. Потому что театр, потому что балет, вот в этом, мне кажется, есть и смысл нашего бытия. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА